Проблема психического здоровья в Оренбурге состоялась научно-практическая конференция. Действительно, сейчас проблемы душевного здоровья состоят достаточно остро. Кабинет неотложной помощи. Инновация в Орской городской больнице номер 4. Пациент может сразу, не отправляясь в регистратуру, если что-то экстренное, сразу обратиться к фельдшеру. Эстафета здоровья. Как предупредить инсульт? Оптимизация физической нагрузки, правильное питание, исключение алкоголя и курения. Здравствуйте! Это медицинские новости, программа о наиболее важных событиях, которые происходят в областном здравоохранении. В Оренбурге состоялась научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам психиатрии. В ее работе приняли участие ведущие специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. В течение трех дней в Оренбурге обсуждали проблемы душевного здоровья населения Европы и Азии. В работе форума приняли участие психиатры и психотерапевты. Среди главных тем – пленарных заседаний, новые подходы в лечении психических расстройств у взрослых и детей, реабилитация пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью. Большое внимание было уделено одному из самых распространенных душевных недугов современного человека – депрессии. Психические расстройства – это расстройства, которые достаточно часто встречаются в нашей обыденной жизни. И многие соматические болезни, я имею в виду и основные заболевания для Российской Федерации, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, инсульты, постинсультные состояния. При всех этих заболеваниях психический фактор играет важную роль. Более того, последние исследования, которые проходили за рубежом, показывают, что нередко перед возникновением соматического заболевания, а речь идет не только о тех заболеваниях, которые перечислены, но, допустим, и при некоторых видах онкологической патологии, в предшествующий период наблюдается выраженное состояние тревоги, депрессии. Особенностью конференции стало участие в ней врачей разных специальностей. Среди почетных гостей заведующей кафедрой психотерапии Санкт-Петербургского медицинского университета профессор Сергей Бабин, который стоял у истоков развития психотерапевтической службы в Оренбурге. И действительно, сейчас проблемы душевного здоровья стоят достаточно остро. И именно на границе различных специальностей, это и врачи общей практики, это терапевты, это, безусловно, неврологи, психиатры и психотерапевты. И мы как раз пытаемся обсудить те сферы взаимодействия, где различные специальности в совместной оздоровье могут дать нашим пациентам больше, чем каждый из нас по отдельности. В Оренбург съехались специалисты не только нашей страны, но и соседних государств – Казахстана, Молдавии, Узбекистана. В Оренбургском конференции, то, что с профессорами общаемся, с врачами, с практическими врачами мы общались, и там о состоянии психического здоровья, охраны психического здоровья в России и в Узбекистане, как отличаются, какие методы лечения, какие новые препараты проводятся, какие достижения есть, мы тесно сотрудничали, общались и поделились своими новостями. Также участники конференции посетили областной центр психопрофилактики и психотерапии, открытый год назад. Гости познакомились с работой центра, изучили методики, которые используются для оказания помощи пациентам. В поликлинике больницы номер 4 города Орска открылся кабинет неотложной помощи. Здесь принимают пациентов, назначают им необходимое обследование и оказывают первую помощь. Подробности в нашем следующем сюжете. Кабинет неотложной помощи в поликлинике Орской 4-й городской больницы работает около года. Это лечебное учреждение обслуживает почти 40 тысяч жителей. Нагрузка на врачей большая, и чтобы сделать медицинскую помощь более доступной для населения, было принято решение организовать такой кабинет. Пациент может сразу, не отправляясь в регистратуру, если что-то экстренное, сразу обратиться к фельдшеру. Фельдшер принимает определенное решение по этому пациенту, может сразу же записать кардиограмму, там же в этом кабинете, то есть никуда не направляя. Может там же взять кровь или, если позволяет тяжесть состояния, направить пациента в процедурный кабинет или в лабораторию и уже назначать там дальнейшее лечение. Кабинет оснащен необходимым оборудованием. Здесь и обследуют, и лечат без предварительной записи. При необходимости оформят лист нетрудоспособности. За рабочий день к медикам обращается до 20 человек. С давлением, с температурой, боли в животе, острые боли в сердце. В кабинете неотложной помощи 4 фельдшера. Все специалисты имеют опыт работы на скорой помощи и отлично справляются с любой ситуацией. Очень хорошо нам помогают, это прямо вот палочки-выручалочки наши. Они и вызова обслуживают, делают активы к пожилым пациентам, то есть люди, которые нуждаются в динамическом наблюдении, где-то там коррекцию провести лечение, проконтролировать давление. Ну, вообще об общем самочувствии узнать, пригласить на вакцинацию. Кстати, и вакцинацию проводят тоже фельдшеры кабинета неотложки. В сезон прививают до 60% прикрепленного населения. У нас в этом году вакцинация проходит довольно активно. Люди стали как-то больше заботиться о своем здоровье, больше телепередач, радио слушают, читают газеты. То есть более охотно стало. И вакцина сейчас очень высоко очищенная, то есть минимум побочных эффектов. И поэтому мы не боимся и всегда можем сказать, что мы сами в первую очередь прививаемся, так как мы декретированные группы, то есть те, которые наиболее подвержены риску заболеть и заразить своих пациентов. Поэтому мы всегда прививаемся, осложнений никаких нет. Сотрудников кабинета неотложки отличает не только высокий профессионализм, но и чуткое отношение к пациентам. В адрес фельдшеров постоянно поступают благодарности от тех, кто получил здесь необходимую помощь. Эстафета здоровья. Профилактический проект Министерства здравоохранения Оренбургской области продолжается. Тема этой недели – как предупредить инсульт. В последнее время эта патология занимает первые строчки в структуре заболеваемости и инвалидности населения. И поэтому меры профилактики этого недуга очень важны. Профилактика поможет сократить количество инсультов. Так считают оренбургские медики, регулярно проводят встречи с пациентами. 8 тысяч в год именно такое число граждан нашего региона страдает от инсульта. Последствия могут быть самыми разными. Врачи областной клинической больницы рассказали посетителям данного лечебного учреждения о том, как избежать заболевания и что делать при первых симптомах. Есть медикаментозная профилактика, то есть нужно следить за артериальным давлением, за сахаром крови, за холестерином. И не медикаментозная – это оптимизация физической нагрузки, правильное питание, исключение алкоголя и курение. Очень мало людей после того, как перенесли инсульт, могут вернуться к своей профессиональной деятельности. И очень много людей после этого заболевания зависит от других. Чтобы восстановление после инсульта проходило интенсивно, действовать нужно сообща. Родные врачи вместе могут помочь пациенту справиться с болезнью. Такие профилактические встречи – памятка, как действовать в сложной ситуации. Обладая знаниями, можно помочь близкому предотвратить беду. На сегодняшний день в области реализована программа, которая позволяет максимально оценить факторы риска, которые привели к этому заболеванию. И индивидуализировано для него подобрать такую программу профилактики, которая сведет риски возникновения повторного инсульта, ну, практически к нулю, так будем говорить. И кроме того, если у пациента выявляется какая-то патология, требующая хирургической коррекции, патология сердца или патология сосудов, которые кровоснабжают головной мозг, на сегодняшний день в области есть возможность для своевременной адекватной коррекции этих состояний. Только 20% больных обращаются к врачу вовремя, когда еще можно провести специализированную терапию. Те, кто посетил сегодняшнюю встречу, тянуть с визитом к доктору не будут. Я сама страдаю гипертонией. И здесь подсказали, как вовремя обратить внимание на свой диагноз и что сделать первоначально на свою помощь. Хотя вот иногда бывает человек один в доме, я уже знаю, что мне делать и как мне быть. Встреча с пациентами прошла в областной клинической больнице накануне Всемирного дня борьбы с инсультом. По словам медиков, такие календарные даты привлекают внимание населения к мерам профилактики заболевания. О профилактике самых распространенных заболеваний, а также о других новостях регионального здравоохранения смотрите в нашей следующей программе. А на сегодня это все. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!